Задача Бендеру-Остапу, имея сразу двух отцов, определиться, наконец, кого из них считать за папу. Два автора, один роман, как Ильфу и Петрову удалось создать шедевр и при этом остаться друзьями. Итак, все по порядку. Оба автора родились в Одессе, но познакомились уже после того, когда Петров, решив бросить службу в уголовном розыске, переехал к своему старшему брату, Валентину Катаеву, который, кстати, и являлся катализатором к написанию первого совместного романа «12 стульев». Но услуга его была не безвозмездной. Он выдвинул два условия. Первое, роман должен быть посвящен жену как инициатору. Второе, когда те получат свой первый гонорар, то они должны преподнести ему в качестве подарка золотой портигар. Но как же все-таки выглядел сам процесс написания романа? Существовали определенные правила, требования которых Ильф и Петров неукоснительно соблюдали. Каждый из них обладал правом беты. Ни одно слово, ни одно предложение не появлялось в рукописи без согласия обоих авторов. Также они считали, что если их посещает одна мысль, одна идея в одно и то же время, то от нее нужно было отказаться, так как они считали, что она лежит на поверхности и будет слишком банальной. Ссора. Ссора, конечно, была, но намного позже, единственная за 10 лет их совместной работы. К Ильфу и Петрову я еще буду неоднократно возвращаться, но всему свое время про Остапа Бендера я тоже не забыла. На сегодня все, я не прощаюсь с вами, а надеюсь, до новых встреч.